Вопросы воспитания в семье или в школе, в институте волнуют и родителей, и педагогов, и самих школьников. Об этом мы не раз говорили в наших программах. На этот раз собеседником Сергея Соловьева стал протеерей Александр Мень. По роду своей деятельности отцу Александру приходится иметь дело со многими людьми разного образования, разного возраста, разного социального положения. Имея высшее светское и богословское образование, окончив духовную академию, являясь автором многих книг, выходивших за рубежом и у нас, отец Александр сам много занимается просветительством. Поэтому его размышления о проблемах воспитания, об уровне педагогической подготовки в сегодняшних вузах, о том, что такой учитель и наставник в древнем и современном понимании, стали темой предлагаемого вам разговора. Христа называют учителем в ином смысле слова. Но понимаете, когда Христа называют учителем, смысл этого термина иной – это наставник. Наставник. Этот термин не придуман современниками евангельских событий. Наставниками называли очень многих людей, которые должны были принести людям и укрепить, укоренить среди людей какие-то высшие духовные ценности. Это не были передатчики информации. Учитель сегодня – передатчик информации, которого без труда может заменить компьютер, робот, который будет проверять его знания и сообщать ему блок информации какой-то. Некоторые так и думают, что преподавание в школе – это есть передача информации. Когда ему говорят «и еще и воспитание» – это обычно бессодержательная фраза. Потому что мы считаем, что душевная жизнь, духовная жизнь человека – это вторично. На первом месте какие-то политические, социально-экономические факторы. Мы отказались от человека, мы пришли к некому такому роботоподобному существу, мы его и обучали таким образом. Мы получили то, что хотели. Как говорится, за что боролись. Об этом я и говорю. Поэтому драма школы – это лишь часть общей драмы общества, которое отказалось от важнейших духовных ценностей, которые человечество имело на протяжении многих столетий и тысячелетий. И будет всегда иметь. Всегда будет иметь. Это невозможно изменить. Просто мы попали в эту полосу. И я уже не говорю о том, что учителем – это должен быть талант. Почему-то мы считаем, что художником, музыкантом должен быть человек с художественным дарованием или музыкальным дарованием. А учителем может быть всякий. Отбор людей в педагогические институты происходит совсем иначе, чем в консерватории. Человека, лишенного услуг консерватории, не примут. Но это можно проверить. Специалист легко проверяет. Как проверить, есть ли у него дар быть педагогом с большой буквы, человеком, который отдаст свою душу. Это же уже совсем особое дело. Это призвание, это служение, это, я бы сказал, почти на грани монашеского служения. Недаром монахи являлись такими прекрасными педагогами на протяжении столетий. И сейчас тоже. Потому что, не имея собственной семьи, они всю свою любовь вкладывали в этих детей. Это очень понятно и осмысленно. Частицу своей души наставник передает. А то, что передает информацию, это дело вторичное. Потому что информация вся закодирована в книгах и в других вещах. Надо научить мыслить, надо научить чувствовать и научить любить. Но что для этого надо? Надо, во-первых, самому мыслить, так чувствовать и любить. Если учитель не любит своих учеников, я, к сожалению, таких знаю. У меня, например, от школы самые мрачные воспоминания. От своей школы. Хотя там были неплохие учителя, которых я помню сегодня. Но, в целом, мрачные. Это война была. Ну, я кончил школу в год смерти Сталина. И сказал себе, что любая моя профессия, только не учителем быть. Трудно, что тебя так ненавидели. Потому что мы все ненавидели своих учителей. И им было тяжело с нами. То есть, врачу истелись и сам. Старинная поговорка. Очевидно, педагогика это сначала духовный подвиг тех людей. Может быть, это слишком крепко сказано. Крепко. Но выхода нет. С другой стороны, я процитирую великого русского педагога Ушинского, который сказал, что атеистическое воспитание – это безголовый урод. Безголовый урод. Я не помню, на какой-то странице, но так он сказал. Почему? Потому что ребенок и подросток исключительно чуток к проблеме вечности. Смерти, смысла. Для чего вообще все это? Недаром так много самоубийств в раннем возрасте, а не в позднем. Когда ребенок и подросток сталкиваются с действительностью и не может с ней примириться. Более зрелые люди уже огрубели. И, в общем, надо иметь, что отдать детям. Это очень трудно. Потому что тут должна быть какая-то живая традиция. На самом деле, педагогический институт – это должно быть, ну, не святилище, это несколько вульгарное какое-то слово, но это место, где происходит духовное становление молодых людей, студентов. Но это совсем не похоже на то, что есть. Совершенно не похоже. Школа Платона? Да, это можно напоминать индийский ашрам, где люди живут, так сказать, вместе. То есть это совсем особый должен быть институт. Он должен быть вырван из системы остальных вузов. Потому что в этом институте будущее все заложено. И оттуда должны выходить люди совершенно особенные. Я не педагог, и поэтому я не могу здесь давать каких-то рекомендаций. Но я убежден, что воспитание духовных качеств в педагогических училищах и институтах – это первостепенной важности задачи, гораздо более важная, чем наполнить их просто каким-то набором информации. Истории педагогии, которые они проходят, это скучно, это сухо, это неинтересно. Тем более, что ее же извращали. В моей памяти всегда извращали. История педагогики очень тесно связана с религиозной, церковной, духовной традицией. Почти все крупнейшие педагоги так или иначе из нее вырастали. Кого бы мне взять, там, Пестолотц, там, Фребрин. Ну, естественно, у нас Ушинский, Пирогов, знаменитый хирург, он же был педагог. И свою книжку он назвал «Вопросы жизни», дневник старого врача. Он размышлял, он был атеистом, пришел к вере, он обо всем этом пишет. Для него это проблема внутренней жизни. А учитель, который этого не имеет, ему нечего передать, сам же. Я сталкивался с учителями, духовно нищими, которым нечего было нам сказать. Они переоденены. Помню, учитель по истории, он приходил, чудесный человек, вытаскал из кармана тетрадочку, прочитывал по ней то, что написано в учебнике. А поскольку наш учебник был переписан с дореволюционного, но с искажением некоторым, то получалось очень смешно. Я приносил старый дореволюционный учебник и следил, как он... Но я его не сужу, он был хороший человек. Это было в время Сталинска, он боялся отступить куда бы то ни было. Каких уродов могло и рождало это так называемое образование? Так а что делать-то? Ведь вы нарисовали совершенно замкнутый круг. У нас всегда ответ ясен. Необходимо продумать и подготовить совершенно новую структуру педагогического образования, которая включала бы в себя те духовные ценности, которые находятся в христианской традиции и вообще в духовной традиции человечества. включая практику. Практику. Но это очень трудно. Это очень трудно. Это так же трудно, знаете, как восстановить храм Христа Спасителя. Взорвать и то было тяжело. А уж построить заново еще труднее будет. Взорвать педагогику было, может быть, нелегко, но восстановить ее в 10 раз труднее. Но мне кажется, что речь идет о совершенно особом мире, который должен быть создан, включая аутотренинг, какие-то психологические упражнения, какие-то нравственные, так сказать, уроки. И не просто набор этических норм. Это можно прочесть и выкинуть из головы. Вот я еще раз говорю, это что-то типа монастыря, но в каком-то другом ключе. Существует такая практика? Да, существует. Существует. И соответствующие люди могут ее изучить и из нее что-то извлечь. Это практика духовных школ, духовных училищ и в разные времена и в разных странах существовавших. Это очень долгая дорога. А делать нужно что-то сейчас, начиная с сегодняшнего дня. Переделывать педагогический институт у нас нет возможности. Есть много талантливых людей, которые готовы этим заняться. Многие из них просто не знают дороги. Необходимо, по-видимому, создать какую-то параллельную с педагогическими институтами экспериментальную базу. В этой экспериментальной базе будет располагать очень небольшим составом людей, достаточно проницательных, которые могут принимать в эту группу студии абитуриентов, у которых просматривают любовь к детям, умение, талант, вот этот музыкальный талант отдающего, но еще не знающий, как его употребить. И потом там должно проходить воспитание на основе существующей традиции. Я надо ее срочно изучить, ее можно изучить. Такие блоки есть. Блоки есть. Причем они довольно широкие. Это блоки сегодняшние, западные, далеко не все. Это там тоже локально. Это типа, может быть, какого-то колледжа. И дореволюционный. Это требует оперативной, настойчивой и эффективной работы небольшой группы людей. Достаточно в этом ориентированных. Они создают экспериментальный колледж, и они выпускают первую группу себе подобных. И дальше это начинает размножаться. Но сначала надо создать какой-то такой план. Нужен руководитель, хотя бы один, обладающий талантами. Но у нас такие есть сейчас. Много появилось учителей, которых раньше загоняли. Если один на себя возьмет все это и познакомить его, потому что он тоже советский человек, познакомить его с этим блоком этого наследия, и быстро его надо усваивать. Ведь мало времени, приходится спешить. Надо усваивать быстро. Но если не усвоить, то мы вернемся опять к тому же. Будет то же самое. правильный я задаю этот вопрос или нет. Правильно я сформулирую его сейчас. Просто я думал о тех духовных ценностях, вечных ценностях, которые апеллирует церковь. Если эти ценности поставить достижение цели, и поставить в главу угла, скажем, школьного воспитания. То, о чем говорили. Ведь это без Бога не получится. Религия в школе не должна быть навязанной. Кстати, она вообще не должна быть и в государстве нигде, потому что это есть нечто интимное, глубокое, духовное. Бог не пропагандирует себя и не занимает агитацией. Нужно не давить человека религиозной идеей, а помочь ему, чтобы он открылся навстречу этому. Так же, как научить человека мыслить, научить человека работать, научить человека любить, это тоже не... Так же научить слышать вечного, слышать Слово Божие. Это все надо научить. Вопрос о двух тиховых школах очень актуальный, но я думаю, что он второстепенный. Ввиду общего катастрофического положения другого выхода нет, как создание экспериментальных колледжей таких, в которых были бы приняты религиозные ценности как основа. Но это не были бы богословские школы, это не были бы даже, может быть, и церковные школы. То есть какие-то просветительские центры, что-то такие, не знаю. Духовно-воспитательные центры. Скажем, Пирогов, он не был ни богословом, ни церковным деятелем. Он был человеком религиозным и великим педагогом. И вот собрать его опыт, практику русских религиозных мыслителей и педагогов. Их очень много, очень интересно. Это все выброшено куда-то. Вот. Например, у русского религиозного деятеля Поварнина была книга «Искусство спора». Блестящая книга. Он, наверное, где-то сгинул, потому что в эмиграции я его фамилии уже не встречаю. Книга была напечатана в 20-е годы. Ясно, что он погиб. Он был специалист по логике. Логик профессионал. Значит, первое, надо пропагандировать и убеждать тех, от кого это зависит среди государственных органов, хотя это очень неблагодарная задача, что необходимо ввести маленький плюрализм школьное образование. Первое. Без плюрализма школьного образования оно зашло уже в тупик. Второе. Раз плюрализм появился, необходимо создание экспериментальных школ. Не элитарных, нет, экспериментальных. И вот первый плацдарм. А вот какие там будут ставиться эксперименты, это вопрос уже другой, конкретный совершенно. Это рабочий вопрос. Вы говорили о таланте педагога. Это вы не создашь? Нет, не создашь. Я хотел спросить, как попробовать определить его? Это интуитивно. Это интуитивно. Это нельзя проверить. главное. Если человек любит детей, понимает их, они его понимают, и он может им не так сказать, существует какая-то обратная связь между ними, это уже исходная предпосылка для педагогического таланта. Музыкальный слух определить проще. У них есть четкие критерии. Здесь несколько это размыто. Но опытный человек, я думаю, вполне может определить. если говорить о детях, я бы добавил еще такое ощущение детства, которое у человека остается. Да, тут многое. Тут направление воли человека. Он должен быть волевой, собранный, богатый внутренне. Он должен, дети должны понимать, что у него есть что получить. Потому что учить все-таки как-то заменяет родителей в этот момент. родители являются некой такой космической фигурой для ребенка. И потом еще одно любовь учителя не только к детям, но и к предмету, который это заражает, это завораживает. Тема, жизнь, поэзия, наука, все что угодно. Это должно также волновать учителя. Это тоже не всегда бывает. структура школьная патологически уродливая. Ее надо менять. Это понимаете, палеотивами здесь нельзя ограничиться. Какими-то маленькими изменениями. Здесь надо глобально менять структуру. И на основании плюрализма школы, как это во всем мире. Во всем мире тоже рая нет. Тоже есть трудность, тоже есть поверхностные и глупые, и преподаватели слабые. Но человек, который хочет дать нормальное образование, воспитание детям, он имеет выбор. И он может определить его в такую школу, которая соответствовала данному ребенку, его кругу, его интересам. У нас выбора нет. Все причесано под одну гребенку. От Тихого океана до Балтийского моря среди всех народов и рас, которые населяют нашу гигантскую страну, мы в Долдоне в общем одно и то же. Такого не было в истории, чтобы на полтора материка, где представлены десятки народов, было сотни языков, языков, традиции, некоторые традиции восходят до нашей эры, другие традиции развились только что, люди, у которых позавчера был еще первобытный общинный строй, люди, у которых письменность началась за 500 лет до крещения Руси, и мы всем даем целым одну программу, это придумать только можно, никакой Шигалев не мог додуматься до такой безумной идеи. Те, кто создает школу, должны привлекать туда талантливых людей, они должны работать по принципу, как я уже сказал, консерватории или там литинститута. Они даже вылавливать, выявлять, как говорили в худшие годы, выявлять людей с педагогическими талантами. Они должны обшаривать детские сады, всякие комнаты милиции, где только работают люди, девушки, молодые люди, работают с детьми. И выуживать по всей стране людей, имеющих дар любви и понимания ребенка. Потом их сосредоточить и вот начать с ними работать. Вот, конечно, приходится, тут уже не надо гордиться, привлечь какой-то зарубежный опыт. Вот. Есть очень интересные школы и вот в Швейцарии там один был такой пастор, устроил школу на природе, все это было. Очень высоко его ставило и швейцеры, ганди, и многие другие. Экспериментов таких много, и они часто давали прекрасные результаты. Вот, конечно, копировать мы ничего не можем, наши условия особые, вот, но частичный хотя бы плюрализм школы, он уже начинается, не может, там, гимназии, лице, чуть-чуть. Второе, создание особых экспериментальных школ глубинного духовного и интеллектуального и педагогического уровня, использования зарубежного опыта и опыта классической, традиционной религиозной, церковной и подобной литературы и практики. Вот так это все выглядит. Я уверен, что другого пути нет. Наверное, в таком случае очень многое будет зависеть от семьи, потому что выбирать, в какую школу отдавать ребенка будет папа или мама. И это растянется еще на несколько лет. Да, но здесь, с другой стороны, здесь будет работать определенная закономерность, потому что люди смогут углублять свою традицию, которая у них как бы только проросла в семье. У них есть определенные интересы, какой-то круг духовный, пусть небольшой. Они детей направляют в подобную школу, и это уже углубляется. Это, так сказать, тут будет некая обратная связь. Быстро, слишком быстро, здесь уже ничего нельзя сделать. Быстро можно вырастить телят, кроликов, но не детей, но не поколений. Мух, дрозофил, их можно вырастить очень быстро поколений. Человекам все сложнее и дольше. А дети очень сейчас прагматичны. Они ощущают, они впитывают из воздуха вот этот утериторизм, который нам внушили, продукт материализма. Материализм начинается с философских установок и потом переходит в практические. И в конце концов чувственное, материальное становится главным, все остальное не нужно. Но это мстит за себя, потому что при такой установке человек и материального лишается. Оно скользает низ рук, потому что он становится эгоцентристом, плохо работает, старается урвать. В общем, все это путь к падению, к преступлению, к разложению. Потому что когда мы говорим об идеалах, то мы говорим уже о вещах нематериальных, нечувственных. И при чистом материализме, если в мире нет ничего, кроме материи и силы, и она движется во времени и пространстве, как это говорится, то тогда вообще о чем говорить? Какие могут быть идеалы? ты наркоман, это процесс, ты грабитель, это процесс, ты благородный человек, это все процессы, которые происходят для Вселенной, они безразличны. Они одинаковые имеют ценности. Ни добра, ни зла нет. Бог не дает человеку как материальные вещи. Мы глазами видим вещи чувственные, микроскоп мы видим вещи мелкие, телескоп мы видим или через радиотелескоп далекие, а духовные вещи, как мы можем понимать, только с помощью развития духа в себе. И нравственность есть одно из важных средств развития духа. Когда дух не развивается, духовные вещи постепенно для нас становятся так же, как для глухого музыка. Мы в таком состоянии сегодня находимся. Отец Александр, кто были ваши родители и какую роль они сыграли? Мой отец у меня был инженер, главный инженер фабрики, постоянно занятый своими делами, но он был человек очень честный, очень работоспособный и весь отдавался работе. Целиком. А поэтому больше как-то я общался с матерью, человеком глубокой веры, большого оптимизма, такой жизненной силы. И ее сестрой она была специалистом по дефектологии. Он с надсталым детям занимался олигофренами и так далее. Вот они обе, они были христианки, глубоко убежденные и в самые трудные годы, поэтому так они воспитали меня в маленьком возрасте. Так потом уже я это воспринял сам, как каждый человек должен воспринять встречу с Богом личную. Это уже не только традиции, но внутренние.